Мы проектировали этот генплан на 330 тысяч. Всего порядка сотни объектов построил в Бинске Виктор Гусельников. В 1978 году слабым местом было водоснабжение. Тогда удалось реализовать масштабную задачу и оснастить город современной системой. Проект Виктор Васильевич лично утверждал в Москве. Мы строили самые важные объекты. Это водозабор в составе проекта водопровода. Дюкер через Бию и водоводы до квартала АБ. То есть водоснабжение всего города. Проглазили коллектора от лесозавода до квартала ЗАБ ночные сооружения. Построили очистные сооружения. По тем деньгам было 23 миллиона. В переводе на наш на это где-то около 3 миллиардов. Виктор Гусельников отмечает, что бум строительства для Бийска стал возможен благодаря трем именам. Горкавы, Кузнецов, Карпушкин. Он вспоминает годы работы с ними с ностальгией. Как появлялись центральный рынок, 23 микрорайон, 11 гимназия. Он руководил строительством, кажется, половины Бийска. При этом иногда перед ним ставили нереальные сроки. Но это для обычного человека, конечно. Например, главный корпус здания Бийского педагогического института удалось построить в рекордные 365 дней. Рекорд стал возможным благодаря совместным усилиям. Строители работали в две смены, а ректор Константин Колтаков выделил студенческий отряд. Ребята отвечали за отделку. Носили, таскали, убирали. Сильнейшее землетрясение 2003 года подтвердило – скорость не отразилась на качестве. Здание стоит. Кузнецов вызвал и говорит, объект номер один, пединститут. Я говорю, проект посмотрел, все, все. Я говорю, ну это года надо, на три. А он говорит, год. Я только чуть не упал. Вот тебе год и все. И мы в январе 1989 подписали госкомиссию. 1989 год – начало новой жизни Бийского аэропорта. До этого взлетно-посадочная полоса была грунтовая и в непогоду. Самолеты, что называется, месили грязь. После модернизации появилась асфальтобетонная взлетная полоса длиной 2700 метров и новый аэровокзал. Все инфраструктуру все построили. И не сам только объект. Со столовой, со всем там. Столовая готовила пищу для пассажиров в полете. И построили котельную, построили водозабор, там башню, водопроводка, канализацию с насосными, с очистными и все. А с оружениями. Эти залы был комплекс. Плюс взлетная полоса, рулежка, это все, так сказать, вот мы заново все сделали. В взлетно-посадочную полосу Бийского аэропорта тестировали военные летчики на Ил-76. Остались довольны. Качество для Сибири редкое. И вот уже потом отсюда люди летали в Барнаул, Красноярск, Иркутск, Абакан, а также Ташкент и Алмату. Жалобы в горком партии, выговоры. Так начиналась грандиозная стройка здания гуманитарной гимназии номер 11. Перед Виктором Гусельниковым поставили задачу – школа должна быть. Вот только на территории находились частные дома. Там был сложный снос. Народ не уходил. Вот я потом загнал туда свой бой, начал стучать. Печки развалились, дома посыпались. Меня в милицию туда-сюда. Народ вышел бастовать там. Ну, короче, успокоили кое-как. И вот начали. Еще одна гордость – дом ребенка. Подобного в Сибири не было. Леонид Горкавый привез проект с разделенными группами из Белоруссии. Из последнего – консультативно-диагностический центр «Мать и дитя». Тогда землю удалось выкупить из частных рук. За этот грандиозный объект Виктора Гусельникова наградили званием «Заслуженный строитель России». Ксения Цапко, Евгений Казанцев. Будня.